перед началом этой серии я бы хотел рассказать о новой фишке у меня на канале теперь под каждым видео появилась кнопка стать спонсором при нажатии которой вы можете оформить платную подписку у вас появится фирменный значок что вас будет отличать в комментариях или в чате на стриме станут доступны эксклюзивные смайлики и самое главное вы получите ранний доступ к новым видео во вкладке сообщества на канале еще один способ поблагодарить за контент да еще и с бонусами для вас приятного просмотра всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр ну и собственно фифа 18 мы продолжаем играть матчи чемпионата мира по футболу и сборной россии покинула турнир очень достойное выступление но об этом уже много сказано я только присоединяюсь к общему мнению великолепная игра великолепное самопожертвование скажем так прыгнули выше головы молодцы 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 вот но тем не менее мы продолжаем нас полуфинал сегодня полуфиналы и финал наверное матч за 3 не знаю посмотрим буду ли играть я также сыграю и сыграю я наверное по тайму то есть тайм за францию сегодня сыграет тайм за бельгия да сегодня франция бельгия полуфинал чемпионата мира наверное самый крутой из двух полуфиналов хотя кому как тем не менее играют они на санкт-петербурге санкт-петербург стейдюм здесь и да первый тайм сыграет за францию второй за бельгию на легенде как обычно и так состав жиру гризман кантепок бамбабе талисо талисо слева что-то тут не так вообще гризман у них слева играл вообще-то а погба ближе к атаке фифа такая фифа с бельгией возможно будет то же самое хотя я сомневаюсь возможно с бельгией дэшам выберет более оборонительный состав ну ладно я сыграю так как они играли в 1 4 против уругвая именно так да и состав тут такой который должен быть вот у бельгии я думаю тоже все в порядке там составом хотя наверняка у них состав который был против бразилии он не совсем тоже тот который я думаю будет против франции ладно все начинаем матч великолепная арена великолепный вечер великолепная погода у нас тут не знаю как в реальности в питере будет конечно надеюсь что тоже все будет окей такой матч надо смотреть если вы на стадионе конечно в полном комфорте думаю тут никто ускорить не будет да французы близки к тому чтобы стать чемпионами мира они единственные из четырех из четверки тех самых фаворитов которые назывались до начала турнира вместе с немцами с испанцами и с бразильцами были французы они единственные остались из этой четверки пока там объявляют состав можно поговорить ну и гимн франции конечно уголь лорис ну что покусала его стрекоза и теперь он супергерой самом деле у меня на его не кусала конечно просто села на губу был поцелуй стрекоза любви но вы понимаете а вот теперь бельгия куртуа великолепный матч провел со сборной бразилии в одной четвертой финала один из героев один из тех кто вытащил бельгию и конечно же наряду с азаром с лукаку филой не свицелем тоже в центре выжигали конечно же де брюне куда без него вот кстати вы и показали как раз ну поехали первый тайм за францию второй за бельгию что получится знаем гризман сразу дриблинг слева края передачи на жиру жиру ждет открывание гризи получается пакба пакба забегание на подачи на дальнюю куртуа высокий куртуа такие снимает легко как мошек отгоняет гризман и опять забегает жиру слишком долго жиру слишком долго мяч отпустил и сразу же контроль потерял само собой мбаппе один из героев турнира тоже конечно же для меня это само собой не открытие как для многих кто там особо не интересуется футболом и смотрит только чемпионат мира мбаппе действительно хорош на этом турнире эрнандес жиру обратно эрнандесу и передача на пакба 1-0 поль пакба открывает счет на десятой минуте франция уже ведет если так будет в реальности я порадуюсь потому что это обещает уже стать результативным матчем не открытый футбол может быть при таком раскладе это назар ты посмотри почти в дальнюю девятку красиво капитан красиво но чуть точности не хватило срубают талисо в центре поля и похоже это травма очень жесткий подкат был жуткий достаточно но нет поднимается все нормально кантэ эрнандес кантэ жиру в стеночку с пакба оль компания развернет здесь сложно будет поль на технику исполняет ужасный удар и заслуженная желтая карточка шадли мбп вот на скорости троих уже пробежал дальше что еще одного и удар накрывает жиру здорово ой курту а смотри сложился удар низом был тем не менее для курту а это обычно проблемы тем не менее сложился вытащил а то лицо у нас так с травмой-то и бегает да и где и менять его надо но я думаю искусственный интеллект во втором тайме если что его заменит когда я перейду на сторону бельгии пакба жиру не алдер вей рэлд на опережение как учили в англии а вот тут уже не получилось на опережение компании зато в подкате успел остановить пакба лукако вот на фланге открывается прострел уголь ларис внимателен своей штрафной и никаких прострелов пока не пропускает ошибается повар открытие одно из открытий чемпионата мира дебрюне подача на дальний фланг все время бельгия грузит раз за разом б.п. ускользает от опекуна прострел на жиру компании надежно ты посмотри а ну достойные команды согласитесь заканчивается первый тайм сейчас будем переходить за бельгию и постараемся сравнять счет на самом деле бельгийцы сами без моего управления здесь могли сравнять были моменты но за францию получилось забить один может быть второй сейчас будет конечно пакба на фланг мбаппе спокойно в дальний угол да все таки 2-0 бельгии будет тяжелее отыграться во втором тайме но мы попробуем ильян баппе он такие реализует это мы видели ну что ж первый тайм завершён с небольшим преимуществом сборной франции проходил этот первый тайм хотя по статистике с большим преимуществом таким так собственно собственно настрой когда я уже испугался испугался что я не смогу сторону выбрать а сменив команду бла-бла-бла мне это сейчас особо не важно так смотри-ка у нас шадлина желтый пертон генда играет слева в защите так она и есть азар лукако де брюне 433 вообще расстановка честно говоря я бы мэр танца выпустил направо наверное а вместо и лайни поставил бы кевина вот так вот продолжил бы играть все-таки надо отыгрываться и вот сразу свежий мэр тэнс против фернандеса мэр тэнс разворачивает защитника передача на кевина нет на лукако а вот уже кевин на мтт не позволил дайте мячу до кевина де брюне азар уходит от двоих защитников можно на мэр тэнса сыграть да есть пас мэр тэнс супер момент не реализует сборная бельгии ой кевин де брюне на лукако как сыграл мэр тэнс разворачивает защитника лукако но тут забивать ребята из бельгии вы чего и почему удар по центру вообще азар накрыл мбаппе вицель да что за пас оливье жиру прощает сборная бельгии сейчас могло стать и 3-0 все больше и больше раскрывается бельгия и все больше и больше контратак на ворота куртуа так мне нужен фланг мне нужен активный фланг где карас как раз когда же нет здесь вообще задачи значит оставаться сзади всегда забегать всегда забегать и цель так де брюне забегать вперед наверно не надо а вот свободное перемещение то что нужно айфер тонгина заменит наверное теле манс тогда наверное так азар мэртанс блин фланговая игра не немножко не моя вы знаете даст широкие схемы в этой фифа не работают особо на 3-го минье еще передача тонкая гризман в обороны вернулся вот так вот мэртанс разворачивает защитника вицель открываться пытается то куда пас этот я не понял вицель вицель рикошет лукаку лорис успевает опередить армелу нарушает правила в атаке нападающей бельгии потому что во вратаря врезался жесть какая французы не хотят пропускать компании на опережение теле манс разно азара лукаку азар и снова на рамелу лукаку ну что ж ты так медленно шел к мячу теле манс и увидел рамелу остановка пас назад азар ухом тети ничего себе вылетел в блоке попробуем как супер атаку пойти потому что времени уже мало остается пас прошел на лукаку вицель кевин де брюне теле манс азар шадли раскачивает бельгия францию раскачивает лукаку 21 есть еще время еще десять минут теле манс пяткой в таких ситуациях играть нельзя когда нужно команду спасать выручать вицель на фланг можно да там минье останавливается ждет дебрюне но он остановился почему-то кевин снова минье лукаку де брюне не пускает его мтт и угловой нет аут только лишь аут бельгия зарабатывает кевин чуть назад вицель участвует активно в атаках вицель в последнее время делать нечего супер атака стоит теле манс кевин де брюне лукаку нет не лукаку по сне на лукаку к сожалению а на дальний планку там бенди контролировал ситуации вицель теле манс азар разворачивает защитника азар передача ну слишком долго я не знаю готовился к этой передачи азар мертенс лукаку забивать и нет офсайда 22 ребята 22 на 90 заборная бельгии сравнивающих я продолжу играть за бельгию сейчас первом дополнительном тайме во втором переключусь на францию с вашего позволения лукаку выручает бельгию и переводит игру в дополнительное время если будет такой матч сегодня я думаю все будут довольны я обдумал может быть и не будет дополнительного потому что так жестко бельгийцы поперли опять в атаку всей команды но супер атака же стояла и думал сейчас как разыграю сейчас как забьем но 22 в общем да классика конечно классическое дополнительное время и пенальти лукаку корпус не подустал кстати рамелу его бы заменить наверное но я думаю искусственный интеллект разберется с этой проблемой жиру грезман жиру удар поворотом ух ты низом дальний угол мог и попасть мертенс и минье подключает мертенс двоих убрал двоих на замахе убрал мертенс идет дальше зря надо было на лукаку сыграть шадли увидел кевина на дальнюю подачу не то нажал я не такой пас нужен был конечно на дальнюю а сильнее сильнее прострельчик нужен был ой грезман ой грезман опять прощает лукаку хэт-трик по моему да у рамелушечки 3-2 бельгия на 105 переключу сейчас за францию будем пробовать сравнивать конечно но пока это камбэк от бельгии грамелу лукаку классный нападающий с бельгией он во всей красе себя проявил вицель голевая передача между прочим 2 минуты добавлено бельгия вперед идет на все закончился первый дополнительный тайм по 8 ударов равная статистика абсолютно ну и возвращаемся в сборную франции и сейчас посмотрим что там с составом они уже играют 4 3 3 но потому что надо сравнивать грезман слева жару в центре дембери справа а вот к сожалению заменили боппе к сожалению заменили есть нас лимар конечно его можно выпустить а замен то больше нет ясно значит играем теми кто есть выбора у нас никакого нет а я и не заметил там бот ну искусственный интеллект в смысле поставил еще и супер атаку точнее даже не супер атаку а все в атаку франции у меня защитники убежали вперед и сейчас бельгия едва едва не наказала на контр выпаде мертенс заброс лорис грезман доходит мяч до жиру уставшего матю иди более-менее свеж ну и дембеле свеж открывайся дембеле открывайся открывайся дембеле на передача не точна точнее она запоздала я мяч у бельгии 111 минута есть еще немножко времени у французов чтобы сравнять прессинг со стороны жиру мелье вицель мертенс вицель ну здесь кантэ а как ты хотел вицель а это кантэ дембеле жиру надо успевать сделать передачу вдвоем заблокировали стоило верхом отдать забросиком такое могло пройти уставший пакбас здесь еле бегает и даже даже кантэ устал хотя все равно отбирает мяч у большой ему усталость не помешала сейчас жиру дембеле дембеле устали защитники и у бельгии про это тоже не стоит забывать кантэ фланг открыт там эрнандес подача гризман нет удара продолжается атака француза в передаче жиру 3-3 3-3 на 118 и вот у меня дилемма за кого бить пенальти за кого блин бить пенальти ну наверное за францию тогда уже останусь вот пенальти это лотерея тут у меня нет преимущества над ботами так что скорее всего если я останусь за францию французы могут и проиграть абсолютно равные команды видите то есть за определенное время я в итоге из-за тех из-за других по три мяча забил а именно за 60 минут то есть играл 60 минут за один играл 60 минут за других хотя бельгий сейчас может ответить но здесь матюиди свеженький контэна планк не проходит передача минье был надежен ну и собственно финальный свисток да остаюсь за францию друзья давайте посмотрим на серию пенальти по 9 ударов 3-3 счет великолепный матч так жиру пакба дембеле гризман у меня бьет хорошо у них азар витцель дебрю на мертон шадли телеванс вот такие вот ребятки ну что начинает оливье жиру и точно в угол хороший удар фуртуани взял оoооо это в стиле Федро Смолова сейчас был как исполнено азаром как исполнено Я думаю, вы заметили, как исполнено Пагба четко на силу Вицель Развел по углам Лориса и мяч Димбеле По центру Куртуа остается уже второй удар подряд Это его не спасает Кевин Дебрюна, но этот забьет, наверное А может и нет? Слушай, смотри Опа! Паненко опять И в этот раз уже не точная И вот Куртуа достоялся на месте Блин Надо было по углам дальше мяч Мертенс По центру, все травли Продолжаем МТТ Ой, от штанги Как страшно было сейчас Курта продолжает стоять на месте Я удивлен таким поведением, честно говоря Это что за разбег? Что за разбег? И удар по центру Удар мимо! Шадли! Ой, Шадли! Ну ты выдал, конечно Ну ты, конечно, выдал Ну что, Франция выходит в финал чемпионата мира Здесь у нас в матче Посмотрим, как будет в реальности Я думаю, что вполне возможен такой расклад Но честно говоря, мне бы больше хотелось, чтобы Бельгия была в финале Но за кого болеть не буду Буду наслаждаться Высоким уровнем футбола в этом матче Который действительно будет Увидимся на других стримах Это был не стрим, но все равно На стримах увидимся И в других видео, конечно же Всем пока, ребят Всем пока!